дальше нужно связать высоту шапки то есть вот я уже связала здесь у меня получается повторение будем говорить крестиков 1 2 и 3 и всего мне нужно было связать 18 сантиметров то есть вы вывязываете свою сату и сейчас я буду шапку закрывать данную шапочку я буду закрывать по прямой то есть у меня здесь форма прямоугольника для того чтобы получились ушки сейчас нужно то есть можно закрыть по лицевой стороне можно по изнаночной я буду закрывать по лицевой вы можете вывернуть ее наизнанку и соответственно закрыть вот с этой стороны закрывать я буду с помощью столбиков без накида здесь нужно правильно шапочку сложить если вы обратите внимание то есть у нас всего 9 косичек соответственно с одной стороны будет целых три а с другой стороны целых четыре то есть вот если так перевернуть здесь четыре косички и вот эти две они как бы не совсем равномерно но распределены сбоку то есть с одной стороны она немножечко больше с другой стороны ее совсем чуть-чуть вот вот эти боковые косы то есть этот момент нужно учитывать дальше все достаточно просто то есть правильно сложили здесь у меня вот эти вот полоски они будут сочетаться только немножечко не в том направлении то есть вот здесь две косички а здесь как бы косичка посередине но это не имеет значения то есть самое главное совместить вот эти полоски чтобы они соответствовали и дальше я буду делать соединение то сейчас мне нужно вот этот столбик здесь можно провязать один столбик вот сюда и вот этот вот столбик который я сейчас провязала нужно будет соединять вот с этим то есть один столбик вперед чтобы встать на то место откуда нужно будет делать закрытие а дальше мы берем как бы первый изнаночный вот он и соединяем его с последним лицевым на той стороне то есть вот с этим столбиком это очень важный момент иначе у вас полоски поедут немножечко в сторону то есть теперь 2 изнаночный с первым изнаночным на той стороне 3 изнаночный со вторым изнаночным на той стороне вот такой вот момент и когда вы провяжите вы увидите что вас полоски точно совпадают друг с другом изнаночные с изнаночными лицевые с лицевыми и так вот я сделал соединение но здесь остается только обрезать вот этот хвостик и соответственно брать его вовнутрь вязание здесь вязка толстая поэтому можно спокойно этот хвостик без проблем убрать сейчас я хотел сказать то есть если вы правильно сделаете соединение у вас полосочки будут совпадать как у меня то здесь вот этот сдвиг на одну петельку он образуется из-за того что направление с одной стороны как бы в одну сторону а с другой в другую вот поэтому приходится немножечко сдвинуться на одну петельку ну вот принципе шапка готова здесь можно и или даже я бы сказала нужно привязать завязки если это детская шапка тем более зимние чтобы уши не открывались и можно привязать помпоны помпоны на сайте есть вы можете посмотреть